всем доброе утро привет из таиланда в общем хотел сегодня вам немного показать про экскурсии какие они есть рассказать где лучше брать где лучше не брать и так далее вот взял три прайса с разных контор как видите у кого-то они более простые прайс у кого-то такие цветные яркие оформленные кого-то средне есть еще фирменные там пегасовские они к стуры так далее прайса где ценник побольше немного и есть вообще прайсы если вы берете совсем у тайцев на улице там еще дешевле можно так скажу примерный ценник конечно везде идентичен там буквально разница допустим смотрите река ква идет 1999 да на одном прайсе на втором прайсе 1990 ну и вот допустим следующий прайс от 2 тысяч 100 идет все в диапазоны и различные программы какие есть самый популярный только как раз река квай камбоджа бангкок ох ветер поднимается современный бангкок шопинг туры различные изумительный тальт таиланд затеянный мир тайский экспресс в общем большой выбор это при том что здесь еще в принципе не все программы и я вам честно скажу для людей которые ездят не первый раз они давно уже на эти экскурсии не ездят в основном берут либо автомобиль прокат либо мотобайк и на нем просто по карте ездят по городу за город куда-то катаются и находят для себя что-то новое собственно говоря так же поступаю я но в любом случае я сделал фото буду чуть позже выставлю их с ценами себе поставите пазу поставите посмотрите акцентируйте свое внимание эти цены актуальны на март-апрель по сути на апрель 2019 года поэтому сказать что это свежие цены немного они подорожали совсем чуть-чуть плюс здесь стали некоторые конторы фирмы отдельно в прайсе в конце где-то видел да вот допустим при заказе экскурсии на одного человека возможно взимание дополнительно платы за трансфер сумме 150 300 бат зависимости от экскурсии то есть некоторые фирмы уже сюда включают трансфер цену некоторые нет и не попадись на тот момент когда вы будете смотреть что у вас тут на 300 бат дешевле а по факту получше что вы те же самые деньги отдадите потом отдельно за трансфер такой нюанс тоже есть лучше где брать брать это мое личное мнение брать лучше всего экскурсии на улице у тайцев здесь практически в каждой конторе есть представитель русскоговорящий он конечно вам все объяснит расскажет покажет ну не забывайте что за это им платят деньги платят деньги как правило от этой суммы процент у тайцев у них немного все проще стоит тайцы торгуются то есть даже вот этот прайс если брать бывает это же фирма но берешь у тайца на улице допустим от 200 можно на самом деле тысячи за полторы за 1600 эту экскурсию уже купить просто потому что вы берете у тайца и начинаете с ним торговаться тайцы очень хорошо торгуются русский как правило не торгуется потому что все то что они с торгуют это они просто недополучат себе в прибыль но это нормальное желание зарабатывать это все все как говорится мы это понимаем но в любом случае говорю как один из вариантов это брать путевки у тайцев в принципе ездить можете везде где я был я был много где и на самом деле я много еще где не был что могу посоветовать могу посоветовать как раз вот река квай в камбодже не был но очень говорят хорошо в бангкоке был очень понравилось затем парк нонг нуч тоже такой интересный парку очень там понравилось какой-то опасный банков появился тут есть такие вещи которые конечно я не был не могу о них особо говорить но в любом случае острова различные колан как правило совсем недалеко от порта 30 бат в одну сторону на человека ну и плюс там лежак 100 бат и с собой лучше туда иду покупать вот допустим тоже 7-11 какие-то там бутерброды готовы еду потому что там тот же 7-11 но цену уже на треть дороже это так вам для информации любые другие острова опять же говорю смотрите сами по ценам смотрите что вам больше приятно заранее конечно по определенным местам посмотрите в интернете чтобы у вас какая-то картинка была отзывы читайте тут сами понимаете сколько людей столько и мнений и если для меня допустим это будет здорово классно то для вас это может быть ну так себе и что-то противоположное в общем ездить и отдыхайте выбор за вами всем удачи пока пока